Всем привет, с вами Айфристайл, меня зовут Игорь Олейник. Примерно неделю назад закончились наши сборы, мы провели 4 полноценных дня. Жили вместе, тренировались, отдыхали, точнее работали. В общем, пора рассказать больше информации о тренерстве, учитывая, что наш первый матч уже через 4 дня. Получи бонус 1000 рублей на первую ставку. Переходи по ссылке в комментарии под видео, регистрируйся и побеждай вместе с паримач. Наши тренировки проходили в жутких условиях, особенно первые, где мы и по льду скользили, и плавали. Но, тем не менее, мы очень кайфанули. У нас не было жестких упражнений, была только работа с мячом. Вообще, все наши тренировки и по сей день обходятся без физических упражнений. Но, мне кажется, я очень сильно забегаю вперед. Наши сборы проходили в 70 километрах от Москвы, в парке отеля Пересвет. Это не просто отель, я бы сказал, что это спортивная база. На территории находится множество спортивных объектов. Это футбольное поле, это мини-футбольное поле, это теннисный корт, лед для хоккеистов, спортивный зал, теннисный зал, тренажерные залы, бассейн, серфинг. И, в принципе, я могу продолжать так до конца видео. В общем, вы видите, что место у нас было выбрано крайне удачно, за исключением того факта, что ездить и тренироваться нам приходилось в Москву. Мы приехали на тренировку. Дело в том, что поле в Пересвете использовалось для других соревнований, да и в целом это нормальная практика, когда команда живет в одном месте, ездит на автобусе и тренируется в другое место. По крайней мере, так было на сборах локомотива. Наш день начинался с раннего завтрака, лично я даже наладил себе режим. В 9.00 мы выезжали на тренировку. Про поле в первый день я уже вам немножко рассказал. Со второго дня и далее у нас уже была хорошая, комфортная поляна, но, тем не менее, погода все равно не радовала. То был сильный ветер, то снегопад, то мороз. Лично я немного замерзал, но ребятам, думаю, было норм. После тренировок у нас был обед, затем в свободное время. Каждый распоряжался им как хотел, кто-то снимал, кто-то спал. И я понял то, что, да, это оно, нужно лечь спать. Я посмотрел на своего соседа, он уже храпел. Я подумал, да, это мой шанс. Я был уверен, что все под контролем, Димас, у нас все получилось. Но потом я захожу в ВК. Ребят, сбор в 15.55. А номер клёна у кого-нибудь есть? Я понимаю, что это конец. Я понимаю, что дальше идет сообщение, где клёну фаворит до конца сбора в дежурные. И я понял, да, это все. После отдыха многие шли и занимались в тренажерный зал, бассейн. И последний. С 7 до 9 был ужин. Друзья, так как на сборах мы очень много тренируемся, нужно очень качественно питаться. Поэтому в основной туре пищи я обязательно вставляю салаты. Наш вариант простые овощи. Либо огурчики, помидорчики, да, либо простой салатик. И после этого был просмотр матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Вот такой у нас был распорядок. И согласитесь, что это была очень идеальная неделя. Я знаю, что меня смотрят сейчас многие футболисты. Вы скажете, что это не профессиональные сборы. В идеале у нас должна была быть сначала зарядка, потом утренняя тренировка, вечерняя тренировка. Но мы не профессиональная команда. В этом плане я поддерживаю позицию ничая, который всегда относился к проекту как к фану. У нас нет задачи стать прям жесткой футбольной командой. Мы все делаем ради удовольствия. Своего и, естественно, вашего. Также я хотел бы поделиться своим мнением по поводу некоторых важных вопросов, которые вы задавали мне в Инстаграме. Их было очень много. Но сначала у меня есть для вас важное объявление. Летом на этой базе с 30 июня по 14 июля пройдет футбольный кэмп Академии Цервена Звезды. Победителя Лиги Чемпионов Межконтинентального Кубка. Да, вы сейчас можете подумать, что это не Академия Барселоны, это не Академия Ювентуса или другого топ-клуба. Но Академия Звезды одна из лучших на сегодняшний день в Европе. В Россию приедут очень именитые тренеры клуба. И, кстати, я надеюсь, что в ближайшее время у меня получится посетить клуб в Белграде пообщаться с главным тренером и руководителем селекционной службы Академии Николой Еличем, который долгое время проработал в детской академии футбольного клуба Краснодар, где принял непосредственное участие в становлении детской академии, которая, как вы видите, сейчас очень успешно функционирует. И у вас есть очень крутой шанс записаться на этот кэмп, пока есть свободные места. Все подробности я оставляю в описании и очень вам рекомендую. Но давайте перейдем к вопросам. И самый часто задаваемый был, как я отношусь к главному тренеру. Вообще для меня очень непонятно, почему возникает такой вопрос. Я и весь Амкал с уважением относимся к старшему. Нам необходим главный тренер. На этой должности не могут находиться ни Герман, ни я, ни кто-то другой из игроков Амкала. Я считаю, что старший – это идеальный вариант для нас всех. Для меня вполне двинулся. Новый этап в жизни вот для меня лично открывается. Для меня тоже, кстати. Да, и для тебя тоже. Поэтому, знаешь, все новое всегда волнительно. Конечно, большая ответственность, потому что не только за себя отвечаешь, но и за ребят. Согласен? Конечно. Плюс на сборах у нас были откровенные разговоры по поводу видения. Каждый высказывал свои мысли. И, скажем так, это были очень откровенные разговоры. В каких-то моментах даже слишком. Но это рабочий процесс, без этого никуда. Плюс хочу давать от себя возникло такое ощущение, что старший волнуется за результат, волнуется за здоровье побольше самих игроков Амкала. И это очень важно. Второй часто задаваемый вопрос – кто лучший игрок в Амкале? Если я отвечу конкретно, назову конкретное имя, это будет очень необъективно. Во-первых, я не хочу никого выделять. Во-вторых, у себя в школе White Freestyle я обращаю внимание не на какие-то сиюминутные результаты. Я стараюсь обращать внимание на желание. У кого-то что-то может не получаться, он может быть откровенно слабее другого человека. Но за счет желания он может догнать и перегнать. Очень важно, чтобы горели глаза. Так же и тут. Например, Витя Блатов выходил на поле и в каких-то моментах даже позволял себе не доработать, где-то схалтурить. А выходил, например, в фаворит и просто по максимуму бился в каждой ситуации. То же самое я могу сказать и про Тему Нечаева, который отрабатывал в каждом единоборстве. И мне кажется, за этим очень интересно наблюдать. И третий самый популярный вопрос касался состава, кто где будет играть. Хочу сразу обозначить свою позицию, я во всем помогаю старшему. Но не думаю, что я активно буду участвовать в определении состава. Лично мне намного интереснее проработать тренировочный процесс, проработать упражнения. Для меня это пока новый опыт и, признаться, достаточно сложно. Но тут огромное спасибо ребятам, потому что они слушают, они поддерживают, они выполняют все задания. Поэтому будем смотреть игры, тренироваться и искать слабые места. Думаю, это будет очень интересный опыт длиной в 3 месяца. Если вы любите Амкал, ставьте лайк под этим видео, пишите свое мнение в комментарии. Благодаря вашей активности этот проект живет какой-то невероятной жизнью. Мотивирует нас создавать подобные мероприятия и подобный контент. Всем спасибо за просмотр, с вами был iFreestyle. Всем пока!